МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городские новости» в студии Елены Широкова. Последний день февраля депутаты Городской думы принимали решение по текущим вопросам. В повестке дня передача имущества из муниципальной собственности района в городскую казну, утверждение положения о субсидиях некоммерческим организациям и другие. О ходе заседания в материале Елены Быстровой. Очередное заседание Городской думы началось с внесения изменений в повестку дня. В разделе «Разное» было предложено обсудить обращение Городской думы к Земскому собранию по экологическим вопросам. Вопрос по обсуждению программы развития телевидения и интернет-вещания был снят с повестки дня до формирования четкой позиции администрации по данному вопросу. Вопросы передачи муниципальной собственности района в собственность городского поселения явление обыденное. Среди переданного имущества – уличные и гимнастические комплексы, автотранспортные средства, несколько земельных участков и квартир. Как правило, передача права собственности связана с формированием зоны ответственности за переданное имущество. В случае с переданными квартирами – это, как правило, желание жильцов приватизировать жилье. Далее депутаты утвердили передвижку ассигнований. Так, на программу комплексного благоустройства территорий города Хстона 2013-2015 годы благоустройства городских территорий выделено почти 1 миллион 200 тысяч рублей. На программу восстановления и развития уличного освещения на 2013-2015 годы почти 550 тысяч рублей. 1 миллион рублей перешел с раздела городского бюджета «Субсидии некоммерческим организациям спортивный клуб «Феникс» на раздел «Субсидии некоммерческим организациям спортивный клуб «Виктория». Далее по повестке дня депутатами были утверждены ставки земельного налога на территории города Хстона, который введен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 января 2013 года и составит 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных для жилищного строительства, приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также занятых индивидуальными гаражами в гаражно-строительных кооперативах, за исключением гаражей, используемых для предпринимательской деятельности, 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. Настоящее решение будет опубликовано в газете «Маяк», где можно будет с ним подробно ознакомиться. Еще одна важная тема рассмотрена депутатами. Утверждено положение о порядке оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно которому органы местного самоуправления могут оказывать им поддержку в соответствии с учредительными документами видов деятельности, среди которых социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защиты животных, профилактика социально опасных форм поведения граждан, благотворительная деятельность, деятельность в области образования, просвещение, науки, культуры, искусство, здравоохранение, физкультура и спорта, содействие духовному развитию личности и другие. Субсидии будут предоставляться при соблюдении ряда условий. Получатели должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Кстова общественно полезные социальные проекты. Полный текст положения будет также опубликован в газете «Маяк». В целях повышения эффективности управления и распоряжения земельными участками на территории Кстова в соответствии с российским законодательством Городская Дума решила утвердить положение о порядке предоставления земельных участков. Так, например, в существующей застройке города Кстова земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством. Срок использования земельного участка, предоставленного в безвозмездное срочное пользование, не должен превышать одного года. Максимальный срок аренды земельного участка на территории города Кстов-Кстовского района не может превышать 49 лет для ранее заключенных договоров в соответствии с условиями договора. Для размещения и эксплуатации временных объектов некапитального характера и объектов из сборно-разборных конструкций земельные участки предоставляются в аренду сроком до 5 лет. Для строительства вновь создаваемых объектов недвижимости капитального характера земельные участки предоставляются в аренду на срок до 3 лет. Еще одним решением Городской Думы стало создание автономной некоммерческой организации «Молодежный совет города Кстова». К деятельности организации относятся Разработка, апробация, внедрение и распространение социальных технологий в сфере интеллектуально-творческой и педагогической деятельности Организация и проведение фестивалей, слетов, лагерей, культурно-массовых мероприятий, просветительских и обучающих мероприятий Содействие развития туризма и кровеческой работы Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание экологической культуры среди молодежи, поддержку младежного экологического движения а также производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных произведений. От лица Кстовской общественности на заседании Городской думы был заслушан доклад активиста общественного движения «Город для граждан» Романа Селезнёва. В своем обращении к депутатам Роман Селезнёв заметил, что в настоящее время существует плата за загрязнение окружающей среды, так называемые экологические платежи предприятий, которые перечисляются в местный районный бюджет. По словам докладчика, величина платежей имеет внушительный характер и составила в 2012 году почти 40 миллионов рублей, а по прогнозам на 2013 год составит 48 миллионов. Однако видимых действий по реализации природоохранных и других мероприятий к Стовчанаме не наблюдается, несмотря на поступивший в бюджет средства. Собственно, на этих данных и построен, так сказать, наказ общественности Городской думе, который формирует обращение Городской думы к Земскому собранию с просьбой разобраться с финансированием экологических программ, так как средства эти имеют целевое значение и могут быть использованы согласно закону только на улучшение экологической обстановки в районе. Решение Городской думы принять к сведению доклад Романа Селезнева и сформировать обращение к Земскому собранию. В заключении темы скажем, что вместо ушедшего в районную администрацию Сергея Давыдова председателем комиссии Городской думы по развитию города, городского хозяйства, инвестициям и предпринимательству назначен Михаил Гоголев, а его заместителем Владимир Соломко. Нижегородская область по качеству жизни вошла в десятку лидеров среди регионов Российской Федерации. Оценивался целый ряд факторов, влияющих на жизнь человека. Эксперты агентства Реорейтинг составили рейтинг регионов России по качеству жизни по итогам 2012 года на основе объективных индикаторов, для расчета которых использовались данные официальной статистики. Оценивалась возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать высококачественное медицинское обслуживание, проживать не в стесненных жилищных условиях, дышать чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и так далее. По данным исследования, лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край. Нижегородская область по качеству жизни вошла в десятку регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации и стала второй среди субъектов Приволжского федерального округа с рейтинговым баллом 48,3, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Как оценивают качество жизни в нашем городе в следующем сюжете? Вода плохая, воздух тоже. А по остальным показателям? Вроде нормально. По работе, по всему. А так остальное все плохое. То есть экология? Да. Ужасно. Ну, я считаю то, что наш город начал развиваться в полной мере, как бы. И очень давно, вот я, по крайней мере, ждала, чтобы хотя бы кинотеатр у нас был в городе. То есть сейчас уже два появилось, да? Вот, поэтому, ну, как мне кажется, с каждым годом, как бы, город становится все лучше и лучше. Как бы это радует начинать. Будет чего-то, чего будет не хватать, но хорошо, что хотя бы что-то начинает меняться в нашем городе, так скажем. Ну, хорошее. Хорошее качество жизни. То есть каких-то недостатков нет? Ну, я считаю, что недостатки по работе, то есть по трудоустройству. А так магазинов у нас много, то есть инфраструктура развитая. В принципе, достаточное количество рабочих мест, но вот трудоустроиться и низкий уровень зарплаты достаточно. По Нижегородской области. Очень дорогой город, и этого не может быть, чтобы наш регион вошел лучше. Там есть республика Чувашия, Мордовия и другие. Вот они-то получше. Ну, мы как бы приезжие, мы оцениваем это. Ну, как бы, воздух нечистый здесь относительно, и вода тоже. Все, экология, как бы, желает оставлять лучшего. Я так думаю. Жилье тоже дорогое. Поэтому, как мы, как бы, с юга на юге жилье на курорте можно купить дешевле, чем здесь именно. Ну, как бы, кустово в самом. Ну, вот такое наше мнение. Ну, как, хотелось бы, чтобы, конечно, поменьше страдала экология, потому что основной завод, он загрязнитель. Летом, конечно, здесь, ну, не больно приятно дышать, скажем так. Ну, и вода, конечно же. То есть многие эту воду, даже после фильтра они пьют, приводят с собой мутилированную. И жилье, наверное, не очень много строится. Сами видите, в Стове нету основной стройки. То есть она только на заводе. Кранов нету. Кажется, жильем, наверное, проблема все равно. А по качеству медицинского обслуживания что можете сказать? Ну, не знаю. Сам я здесь живу недавно. Если я заболею, я сам из Нижнего, поэтому ездить туда лечиться. Все очень дорого. И я думаю, что молодые семьи, молодые люди, которые приезжают сюда работать, имеют большие сложности в плане жилья, съема квартиры. Как оцениваете качество медицинского обслуживания? Стараюсь в муниципальную нашу поликлинику ходить и реже обращаться в частные клиники. Я думаю, не зря люди переживают за то, что если будет больше промышленных предприятий, что дышать нам будет совсем нечем. Я понимаю, что, казалось бы, смешным срубили, сделали красивым город, срубили деревья по улице 40 лет октября, но взамен ничего не посадили. Дышать мы скоро будем, видимо, не кислородом, а углекислым газом или еще чем-то выхлопными газами. Конечно, эта проблема большая, высокая. И я думаю, что очень плачевное состояние нашей экологической ситуации в городе. Многодетные нижегородские семьи получат участки рядом с селом Безводное Кстовского района. Размер участка зависит от численности семьи и составляет от 6 до 30 соток. На территории нижегородского региона предусмотрена возможность льготного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в ряду категорий граждан в соответствии с законом Нижегородской области от 4 августа 2010 года номер 127. На начало февраля 2013 года в Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области поступили заявки на предоставление земельных участков около 500 многодетных семей. Большинство из них зарегистрированы на территории Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 28 февраля начнет работу комиссия по проведению жеребьевки по предоставлению земельных участков для многодетных семей. В процедуре жеребьевки примут участие 23 семьи. Все земельные участки расположены рядом с селом Безводное Кстовского района. Размер предоставляемого земельного участка зависит от численности семьи и составляет от 6 до 30 соток. В процессе последующих жеребьевок будут распределены еще 57 участков в этом же населенном пункте. Кроме этого, запланировано предоставление участков для многодетных семей из областных земель в Борском городском округе 89 участков и в Богородском районе 391 участок. На прошедшем во вторник земском собрании Кстовского района депутатами было принято положение о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Надеемся, что возможностью льготного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства воспользуются и кстовские многодетные семьи. Ознакомиться с положением можно будет на сайте районной администрации кстова-адм.ру 45% проверенного сливочного масла, продаваемого в магазинах Нижнего и области, подделка. В нем обнаружены растительные жиры, сообщает Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области. Покупая сливочное масло к традиционному утреннему бутерброду, кстовчане постоянно рискуют нарваться на подделку. В 2012 году лаборатории Центра исследовано 94 пробы сливочного масла. Выяснилось, что 42 пробы, то есть 44,6%, не соответствуют требованиям федерального закона от 12 июня 2008 года в технический регламент на молоко и молочную продукцию. По всем случаям выявления в реализации некачественной молочной продукции управлением приняты соответствующие меры. О том, встречались ли подделки к стовчанам и умеют ли они выбирать сливочное масло, в следующем сюжете. Ну, относительно умею. Как правильно нужно его выбирать, на ваш взгляд? Я считаю, что хорошее масло должно быть жирности 82%. А попадались ли вам подделки? Не могу сказать. Мы покупаем княгиневское. Вот. И как бы остановились на этом довольны уже. Нет, я беру определенное. Вот мне нравится княгиненское масло я беру, например. Стараюсь брать постоянное, которое. Вот белорусское масло в последнее время беру. Поэтому я не сталкивалась. Ну, с плохим маслом я не сталкивалась. Нет, не умею. Какие-нибудь определенные критерии в вашем выборе есть все-таки? Нет, ценовой только критерий. А какую фирму предпочитаете? Наше кстовское масло. Попадались. Попадались? Попадались. А предпочитаете какое масло обычно? Ну, княгиненское я масло беру. Он мне нравится. Умею. А по каким конкретным критериямам вы стараетесь его выбирать? Что там написано? Смотреть. Написано состав, наверное, да? Да. А какая конкретно фирма изготовителей больше всего нравится? Сейчас скажу. Шахунская, наверное. И когда-нибудь попадались ли вам подделки? Нет. Нет, мне же надо заниматься этим. А попадались ли вам подделки масла? Ну, я не знаю. А какой предпочитаете брать? Кстовское. А почему? Ну, я не знаю. Меня жена берет. Я не беру. Театр кукол всегда привлекал человека своей особой магической атмосферой, связанной с чудом оживления неживого предмета – куклы. Представление театров кукол в наши дни смотрят преимущественно дети. Но еще в позапрошлом веке, когда не существовало понятия «искусство для детей», он был театром для всех. Более того, сама иерархия официальных и народных театров в этот период не только не знала принятого теперь деления на театр для взрослых и театр для детей, но и театр «Живой» и театр «Кукольный». Долгое время театр «Кукол» развивался параллельно театру живых актеров, пользуясь одинаковым с ним репертуаром и имея практически одинаковый с ним круг зрителей. Может быть, по этой причине театральная кукла и специфика ее игры всегда служила метафорическим выражением техэстетических и профессиональных вопросов бытования искусства, с которыми сталкивался театр, создаваемый человеком. Удивительное сходство куклы с живым существом всегда служило поводом для размышлений и более широкого плана, связанных с раздумьями философов о неоднозначности нашей жизни, даже марионеточности, что ли, нашего бытия. В наше время в России насчитывается свыше ста кукольных театров, в которых действует особый вид искусства со своей поэтикой, природой конфликта, системой характеров. Это искусство постоянно меняется, развивается. Творческий поиск труб «Экстовский театр кукол» может служить примером развития главнейших тенденций театра кукол. Сегодня театр кукол – это подарок нашим детям. Каждый выходной здесь можно посмотреть прекрасный спектакль. Как правило, труппы театра показывают два представления в день, так что даже тот, кто любит поспать в выходной, смогут найти для себя подходящее время спектакля. Урожайным на медали стал для «Экстовских спортсменов» чемпионат России по боевому самбо. С победителем соревнований и его тренером в студии телеканала беседовал Евгений Черняев. Алексей, расскажи, пожалуйста, вы приехали с такого серьезного мероприятия. Результаты каковы выступления именно к «Экстовчану»? Если что касается брать именно к «Экстовчану», то, наверное, результаты прекрасные. Потому что мы привезли двух чемпионов России, двух бронзовых призеров, и буквально шесть человек у нас остановилось в шаге или в двух шагах от медали. Самая интересная категория – это была категория 62 килограмма, где неожиданно, наверное, неожиданно в квадрате победу одержал кандидат в мастера спорта. Мальчик, которому 18 лет, который у нас здесь тренируется с шестилетнего возраста в нашей академии самбо, Имран Джавадов. Почему именно так? Потому что в каждой из своей категории существует определенный уровень конкуренции. В Ксегоре до 62 килограммов бились все. И лучшие, скажем так, да, то есть вернулся Расул Мирзаев, был чемпион мира Ижер Инчинов, был чемпион Европы Адам Талдиев. Ну и вообще в этой весовой категории приблизительно 12 человек, 12 человек могли занять первое место. У нас в студии присутствует Имран Джавадов, то есть человек, который ярче всех выступил, по словам тренера. Вот тебе теперь вопрос. Ты кандидат в мастера спорта. Твоя категория самая большая, самая плотная, самая серьезная. Как тебе было с мастерами соревноваться? Как ты себя чувствовал? Для меня первая задача была вес согнать. Первая степень. А вторая – отбиться хорошо. Для меня первую сватку тяжело было очень. Когда я вышел с москвичем, проигрывал сватку. Потом выигрывал сватку. Третью сватку. Вот Мирчин, чемпион России. В прошлом году был. Тяжело было с ним. Но слабых не было, как-то. Пришло на взвешивание. Вот. Соответственно, все знакомые лица, все сильные. Вот. Ну, задача была выиграть. Ты изначально шел за первым местом? Да. А в первой схватке ты повредил руку? Да. Потом тяжело было. Болела рука. Забыл про руку. Надо было только выиграть. Как-то корректировал последующие схватки с учетом больной руки? Нет. Ну, перед боем сначала что-то болело. А потом, когда уже все, пожали руки, все уже забыл. Когда адреналин в кровь попадает, боль отступает. Когда я сидел рядом и говорил, все, давай, надо выиграть, выиграть. Ну, а все, про все забыл уже. Надо было только выиграть. Здесь из тебя болели? Да. Близкие, друзья? Друзья, родители. Самое главное, родители болели. Когда победил, ты звонил, они тебе звонили? Нет, друзья звонили. У меня друг Вадим Шагин. Вадим Шагин сразу брату звонил, брат родителям говорил. Как родители? Дома тебя как встретили? Дома очень хорошо встретили. Очень хорошо. Народу много было, гостей. Ну, вот, хорошо. Мамка радовалась, плакала от радости. Отец. Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Связи с ТВ» с 5 по 8 марта. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и узнавайте новости первыми. Субтитры создавал DimaTorzok